Максим, здравствуйте. Добрый день. Январь проверяет автовладельцев на прочность. Каждый день, приходя на работу, мы слышим вопросы, ну что, как сегодня завелся и завелся ли вообще. Один из советов — это, конечно, ставить автопрогрев, но многие эксперты говорят о том, что автопрогрев на всю ночь — это не вариант. Вот вы согласны с этим или нет? Ну, вообще, автопрогревы, они для чего ставятся для того, чтобы водитель мог запустить вовремя автомобиль свой и так далее. Длительные автопрогревы, они, в принципе, возможны, и сигнализации современные это позволяет. Есть одна проблема — нужно смотреть за тем, чтобы не скапливался конденсат в системе выхлопных газов, и в один момент ваш автомобиль не заглох, потом он замерзнет, вы уже совсем его не запустите, пока не отогреете. От этого, вот вы говорите, скапливается конденсат, и растет как раз сосулька из выхлопной трубы. Объясню, откуда берутся сосульки. Система выхлопных газов, то есть подается воздушно-топливная смесь. Воздух, соответственно, переформировается в воду, вода просто-напросто оседает в системе выхлопных газов. Две основные проблемы — длительный прогрев, и когда машина стоит под уровень передней частью вниз, грубо говоря, ставьте машинку передней частью чуть выше, это будет лучше, то есть конденсат будет выходить. Вторая проблема — это короткие пробеги. Когда вы доехали до работы и обратно в течение 10-15 минут, система выхлопных газов не прогревается, соответственно, вода не испаряется. Две основные рекомендации, какие могу дать, когда машинку вы уже поставили, решаете ее прогревать, обильненько нажимаем на акселератор, на педаль газа, соответственно, под давлением вода будет выходить конденсат. Второй момент — если вы в течение недели ездили мало, грубо говоря, на улице холодно, возьмите машинку, покатайтесь на ней 40 минут, 40-час, система выхлопных газов прогреется, то есть при хорошей температуре задняя вот эта вот банка, она, соответственно, прогревается до температуры 90 градусов, она нагревается, вода просто-напросто испаряется. Еще из вредных советов некоторые предлагают сверлить здесь отверстие. Дырку. Да, дырку. Никогда ни в коем случае этого не делайте. Во-первых, выхлопные газы пойдут под днище и будут попадать в салон. Это будет вредить вам непосредственно. Во-вторых, здесь будет со временем это все дело прогреть. Ну, прогрев мотора знают все, но оказывается, еще прогревают и коробку. Вот вы как к этому относитесь? Есть в этом смысл? Коробка автоматическая, механическая. Конечно, вы можете, допустим, попереключать передачи на каком-то этапе. Сильно большого, конечно, эффекта это не даст. Объясню. Как и в двигателе, так и в коробке есть масло, которое, соответственно, смазывает узлы и агрегаты. То есть все равно определенное время нужно для того, чтобы это масло просто согрелось, и потом, соответственно, узлы агрегаты, им легче становится работать. В любом случае, это время. Временем. То есть, ну, при хорошей, там, минусовой температуре, сколько бы вы ее не грели, вы так сильно не прогреете, пока вы не начнете движение. Движение спокойное, плавное и аккуратное передача, не на повышенных оборотах, и все будет в порядке с коробкой. Есть два основных фактора, которые влияют на пуск двигателя. Это как часто и какого качества вы заливаете масло в двигатель. Это первое. И второе. В каком состоянии у вас аккумулятор находится. Аккумулятор, это вообще основа, грубо говоря, пуска зимнего особенно. Заряд аккумулятора, если он в нормальном состоянии, нового аккумулятора, он замерзет у вас только при минус 70 градусах. Как только вы начинаете эксплуатировать аккумулятор, а есть потребление тока лишнее, не лишнее, там, на сигнализацию уходит, еще куда-то, бывает, подсасывает напряжение под другим, музыку какую-то хорошую установили, еще что-либо, если там плохо установлено и так далее, все равно напряжение аккумулятора падает. Потом, ну, все равно временем, да, проверяется. Вот. Как только напряжение аккумулятора падает, например, если оно у него на 50% упало, грубо говоря, от нового, то он замерзет у вас при минус 25 градусах уже. То есть, соответственно, при каждых минус 10 градусах в два раза падает нагрузка. То есть, соответственно, он слабее и слабее становится. Чтобы объяснить прям просто, здесь есть жидкость, электролит, она просто кристаллизуется в воду, и вода просто замерзает, превращается в лед. Те ребята, которые, допустим, не хотят покупать новый аккумулятор, все-таки хотят эксплуатировать тот же самый, они заносят его домой, он просто в температурном режиме, в нормальном, да, то есть они его ставят, ночью, да, стоит, они ставят, он запускается. Те, кто хочет запускать автомобиль все-таки там дистанционно, либо просто с ключа, то есть они просто контролируют напряжение аккумулятора путем сервиса, либо самостоятельно, либо просто держат его в хорошем, там, в новом состоянии, так скажем. Давайте здесь сейчас проверим, какое идет напряжение у аккумулятора. Вот, смотрите, идеальная, выдает нагрузку 12,6. Если нагрузка падает ниже, то есть, соответственно, аккумулятор будет уже вас где-то в зимнее время подводить. Здесь в идеале все ровно в нормах, этот аккумулятор практически там в минус 35, в минус 40 при хорошем масле двигателя он запустит. Еще проблема, съездили на автомойку, поставили потом на ночь автомобиль, утром не можем открыть замок, и многие потом спускаются вместе с чайником горячим, поливают, вот вы рекомендуете это делать или наоборот нет? В двери есть личинка, она обычно внутри замерзает, замерзает из-за воды, либо из-за мойки, либо просто напросто туда влага попала. Вот, обычно что делают? Берут чайник, кипяток и льют. Почему нельзя лить? Лакокрасочное покрытие автомобиля полопается, либо вздуется. И второе, если вы попадете на стекло, просто напросто стекло может лопнуть. А лобовое-то тоже часто поливают, когда там лед? Вот это вообще нельзя делать, то есть разницу температур, просто лобовое стекло может лопнуть, это однозначно. Что касается, что делать? Первое, что вы можете сделать? Возьмите обычный огонь, то есть зажигалку, нагрейте ключ, вставьте в личинку, немножко подержите, прокрутите. Вторая рекомендация – спирт, но он должен быть медицински чистый, можно набрать шприц, залить в эту замочную, так скажем, в личинку, в замочную скважину, тоже спирт растает непосредственно лед. И еще есть момент, то есть если у вас есть сосед, допустим, у него машина запущена, можно взять, прикуриватель воткнуть и поднести к личинке, он отогреется, и вы спокойненько откроете. Максим, спасибо вам большое за эти советы, всем желаю удачи в этом нелегком деле, и спасибо вам большое. Спасибо вам.